Офигенно! Спойлер с радой, да погрузчики! Да ладно! Боже, что мой! Это что, я вообще не ожидал! Всем каюк, с вами Глюк! Добро пожаловать в Кар Механик Симулятор! Мой друг! Мой Глюканафт! Сегодня мы с тобой, вот в этой самой игрушке, будем собирать одну очень интересную машинку. Это подъемник! Казалось бы, обычная маленькая машинка. Но, знаешь что? Очень интересно, очень нестандартно. Во всяком случае, в отличие от всех остальных машинок, у него все очень странно расположено. Например, этот двигатель. Да, то есть, он как бы здесь сделан как груз, но на самом деле это является частью машины, без которой он нифигашеньки не запустится. Представляешь? Вот, так что мы это дерьмо сейчас с тобой покупаем, потом доводим до ума, 7000 всего! Серьезно, 7000 с радостью! Ну, ладно, на самом деле это интересно даже. Я люблю, знаешь, там не какие-нибудь такие прям охренетительно гигантские, супер мощные и классные тачки. Хотя это тоже интересно, но все же, иногда очень классно разобрать, что это маленькое и прикольненькое. И сейчас как раз этот случай. Вот, вот он наш подъемничек. Ты посмотри, какой он классненький. Ну, как классненький? Ну, прикольненько. То есть, мы его сейчас доведем до ума, и будет просто шикарно. И в нем, походу, не так много деталей, что вот меня, откровенно говоря, очень-очень радует. Потому что много деталей, это задалбывает. Это... Устаешь от этого. А тут вот немножечко так посмотри. Оп. Смотри, вот даже поднимаешься, даже ходить-то вокруг можно. Вот красота-то какая. Это не то, что с тем танками, что мы в прошлой серии с вами мурыжились. Помните, а? Значит так. Что у нас здесь вообще есть? Так. Режим обзора. Давай-ка. Вот тут у нас подвесочка, 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 подвесочка. И двигло. И что? И в принципе это все, что нам нужно-то, собственно. Единственное, что движочек нам придется как раз назаново пересобрать. Это не очень приятно, потому что... О, боже мой. Тут, по-моему, очень старый двигатель. А, нет. Здесь R6. Я помню старый R8... В8. Какого-то старого образца с карбюратором. Вот тот собирать так долго, блин. Он такой здоровый. Он такой тупой, блин. Новый V8, кстати, вообще отлично собираются. Это дерьмо мы вынули. Так, сюда мы его поставим. Очень хорошо выручает эта штука. Я раньше вообще не понимал, зачем она нафиг нужна. Сейчас я отлично понимаю. То есть, ты не стоишь тут как дебил, не корячишься, не высматриваешься в каком-нибудь месте. А тут вот все хорошо. Понимаешь, оно тут. Можно повернуть в нужную сторону, можно обойти его кругом. Тут очень много места вокруг. И, в общем-то, это все шикарно. Так, ладненько. Я пока что пересоберу двигатель, а вы пока что послушайте музыку. Вот и все. Вот и все. Я разобрал весь долбанный двигатель. И теперь мы с тобой сейчас это все как отремонтируем. Просто вах-вах-вах-вах-вах-вах. Экономия срэс на полную. Красота. Красота. Все отремонтировали. Все, что могли, отремонтировали. Теперь собираем его обратно. Вот, блин. Ну ладно, что теперь? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Вот он, вот он двигатель моей мечты Вообще-то нет, нихрена, это не двигатель моей мечты Но, знаете, меня уже радует, что я его наконец-то собрал Капец, его собирать чуть ли не дольше, чем сраный V8 Это как-то меня немножко шокирует Так, давай, поверни, может быть мы сейчас здесь же масло нальем, нет? Интересно, можно вообще здесь масло налить? Нет, нельзя А жаль, а жаль Ладно, забираем этот долбанный двигатель отсюда Прямо в карман себе засунули Так, и устанавливаем его сюда Готово, смотри какой новенький, блестящий, красивый двигатель Который здесь как бы, ну, снаружи машины вообще Знаешь что, мне, ну я даже не знаю Вот давай от двигателя сейчас пойдем И до самой шопы машины Потому что она здесь выглядит немножко странно А у нее здесь колеса какие-то маленькие Первый раз вообще такие колеса вижу Ну, посмотрим, что мы сможем с этим сделать Так, вот эту хрень мы уберем Да уберем... А, боже мой, как тебе убрать-то? Подожди, а что ты не убираешься? Ну, вот левой кнопкой я жму Подожди, что за прикол такой? А, во Что-то она глючила Хе, еще странное что-то творится Ладно Так, поднимаем, наверное, эту фигню Там какая-то выхлопная система, походу, еще нужна Судя по всему Ну-ка, давай посмотрим Угу, вот смотри, тут какая-то вот такая хрень На нее коробка передач, которой у меня нет Фу, блин, я уже проголодался Пока этот гребаный двигатель собирал Сегодня, блин, ни хрена не ел еще С самого утра Вот так вот, блин, быть ютубером, да? Сидишь тут, понимаешь, за компом целыми сутками Ладно, еще немножечко и я пойду перекушу Мда Красота какая, а? Вот это, вот это я понимаю Вот это здорово Так, стартер Стартер мне нужно поставить стартер Его опускаем Вот ты знаешь, что угорает, короче? Смотри, короче, здесь выхлоп идет То есть я же знаю, что этот двигатель, он как бы является частью машины Без него оно просто не запустится А выхлоп идет прямо наружу Да и, в общем-то, сам двигатель тоже никогда не соединен с тачкой Прикольная темка, прикольная Конечно, не особо имеющая смысл, скажем так, но прикольная По идее, там, по-хорошему, там, знаешь, вот если бы в кар механик-симулятор добавили какие-то двигатели электрические Вот это было бы бомба Я бы вот с удовольствием разобрал бы какой-нибудь электрический двигатель Потом его бы обратно собрал Причем они устроены гораздо проще на самом деле Но насколько больше бы реализма было бы Вот это, да, это шикарно было бы Прикинь, там какую-нибудь Теслу разобрать, а? С каким-нибудь... У нее... Зато у нее есть, короче, проблемы Ну, не проблемы, как бы, а есть больше мороки в плане батарей То есть там все днище у Теслы состоит из аккумуляторов И, то есть, если бы ее добавили сюда Там было бы гораздо больше воздействия с аккумулятором Потому что они были бы разных видов Они были бы... Ну, блин, ну прикольно было бы, да? Мне кажется, это было бы просто шикарно Что за колеса такие? Вообще жесть Оооо Все в ржавчине Все нафиг в ржавчине можно было бы как-то одним движением все это раз и зачистить ты как-то меня уже под заколебала честно говоря с этой с подвеской не люблю с подвеской возиться на какая-то хор разная то тут одни кого эти покрышки то тут другие покрышки то там амортизаторы 3 вот лайк если ты тоже этого не любишь вот как вот мне сейчас их короче снимать как-то видимо да ну смотри чё это за диски такие вообще это же они я так понимаю ну да походу они 145 на 90 тут r8 тут r12 то есть там вообще маль р8 позже мой тоже вообще малютки это короче два задних или как там вот эти два маленьких и два больших короче 2 на радиус 12 до что я я сейчас не буду вот заморачиваться с ним он просто отсюда нафиг хотя нет давай давай все таки заморачиваемся я хотел думал не покупать может быть диски что-то передумал потому что ну прикольно же было бы если бы был бы знаешь подъемник с каким-то литыми дисками прям такими вах 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 так какой какие-нибудь крутые себе диски хочу прям вот такие асовские просто давай давай вот такие возьмем размер чё там 2 12 то есть два двенадцатых вернее 12 только минимальный до получается остальные блин а это проблема то есть они смогут два маленьких сделать не придется все таки выравнивать смотри вот 8 радиус маленький капец какой очень маленький ну ладно окей а какие шины доставить вообще непонятно так установить так демонтировать еще один давай 8 демонтируем блин вот это вот это сейчас жесть давай сейчас короче диски мы пытаемся выправить эти маленькие потому что других мы не создадим без редактора в редактор суваться я совершенно не хочу так и давай посмотрим что у нас с этими ой блин я зря зря и нажал и в инвентарь залез сможем ли мы сейчас с тобой найти подходящие для этих дисков шины вот вопрос посмотри допустим я хочу но какие-нибудь какие-нибудь гоночные хочу вот такие размер нет 12 только 12 самый минимальный ладно берем тогда вот это на передней поставим установить так и вот так надеюсь этого хватит там о не это это же мне сейчас еще собирать их обратно надо будет а их смогу собрать здесь да вроде смогу все это сюда здесь балансируем такие маленькие колесики а сейчас еще меньше будут вообще будет шикарно уже но прикольно когда машина маленькая такая мими 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 не знаю как почему-то меня частенько привлекает именно маленькие машинки ты же покрышка кстати плохая мы уже ничего с тем не сделаем меня привлекает маленькие машинки но не знаю это как-то прикольнее чем большие гигантские дуры с в 8 но с другой стороны машины гигантские большие дуры выглядят просто охрененно в отличие от вот этого выглядит вот такой но стрёмно стрёмно согласитесь да был бы еще круче если бы наш подъемник был свой 8 вот это прикинь короче он бы ехал у нас просто за скоростью света это был просто не подъемник это было просто гоночный болит сраные боли но все настало время подвеску разобирать ну и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... По-моему, здесь должны были быть колеса поменьше. Но летать и нет. А, нет, смотри, короче, тут диаметр у них очень-очень маленький. А размер колеса примерно такой, что шина очень жирная. Очень жирная шина. Ну, в принципе, я могу поставить сюда и другие какие-нибудь колесики. Блин, я же могу точно такие же поставить. Твою дивизию. Точно, я могу такие же поставить. Сейчас нахрен мы тогда эти уберем. Ибо нехрен. Все. Вот и готово. Смотри, какие колеса. Ну, они одинаковые, да. Но, в принципе, неплохо. Сейчас мы тогда еще посмотрим насчет кузова. Вот смотри, вот у нас передняя деталь. Это перец. Факт за гравитацией. Мне гравитация не указ, короче. Я взял и снял просто. Двигатель в воздухе висит. Все нормально. Так. Монтаж. На монтаж это только перед. Подожди, а так мне какой-нибудь режим обзора. Ну, то есть все. Тут больше аккумуляторов нет. Топливных баков нет. Кстати, странно. У него должен быть топливный бак. По-моему, они обычно на газе работают, если я не ошибаюсь. Так. Демонтаж салона. Ну, конечно, какой ты в жопу салон. Ты че, хе-хе, угораешь, что ли? А, во. Фара. Фара, конечно. Это же фара. Это же важно. Такая охренедная просто фара. Так, вопрос. Как машина называется-то? Форк лифт. Форк лифт. Сейчас мы, короче, полезем вот сюда. В кузовные детали. Давай, загружайся. О, боже мой. Подтормаживает как очень много деталей. Форк. Давай. Форк. Форк. Лифт. Сейчас нам все детали. Вот они, все эти детали. Берем каждый по одной. Я даже не знаю, где они все стоят, если честно. Ну, там как-нибудь разберемся. Все. Готово. Теперь устанавливаем все это дерьмо сюда. Фара. Передочек. О, смотри, тут два варианта переда. Да ладно. Вах. А в чем разница? Ну-ка, давай снимем и поставим еще один. Вот этот обычный. Что-то я вообще разницы не вижу, если честно. Но... Давай-ка мы лучше тогда все-таки возьмем, поставим тут. Первый. Перед B. Окей. А, так. Там сзади, скорее всего, тоже есть... Боже мой. О, это спойлер. Подожди, он что вместе... Он вместе ставится. Это спойлер. Да ладно. Смотри, вот он обычный, короче. Вот это прикол. Смотри как. А этот со спойлером. И с этими вот тут, как они, надкрылки, как они называются, не знаю. Офигенно. Спойлер с рады, да погрузчики. Да ладно. Боже мой. Это что, я вообще не ожидал. Так, ну и почти закончено-то наше дело-то. Так, 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 так. Что еще, что еще нужно сделать? Тут, я не знаю, демонтаж салона, установка салона. Во. О, сейчас мы какое-нибудь кресло сюда поставим и руль. Хе-хе-хе, мы без руля. Ладно. Сборка с... Да блин, ну. Давай. Вот он. Руль. Да хрен с ним, пускай будет такое. Блин, тоже мне тут... Это не так уж важно сейчас. Теперь мы это все отполируем. Просто будет сейчас красота, Вася. Ты даже себе не представляешь, какая сейчас будет там красота. Так, убрали в кузове. Ну, кстати, так вроде получше стало. Так, и ржавчину убрали. Ой, фу, какой мерзкий цвет. Как будто говном обмазали, ей-богу. Поэтому мы это дерьмо сейчас, эту штуку... Ну, это, конечно, не дерьмо. Это тачка, которую мы очень долго и старательно выделывали. Сейчас мы ее отправим на покраску, потому что... Ну, это ужасно. Это ужасный цвет, это просто пипец. Это нереальный пипец. Так, перекрашиваем. Давай-ка посмотрим, что мы можем из цвета сделать. Так, насыщенность на полную. Вот так, яркость. Ну, яркость... Ну, как-нибудь вот так вот. Во. Синенький, фиолетовый, красный. Слушай, как... Цвета просто офигенские. Давай возьмем какой-нибудь вот такой ближе к синему что-нибудь. Во. Вот так вот. Офигенно. Металлик. Можно вообще хамелеон сделать. Не, ну хамелеон как-то не так. Перламутр? Нет, тоже не тот. Давай пусть... Хотя, знаешь что, пусть будет перламутровый, наверное. Неплохо выглядит. Прекрасить автомобиль. Да. Вот это тачка. Вот это я понимаю. А теперь, мой дорогой друг, поехали возьмем эту хреновину на трек и протестим, как она действительно может себя показать с точки зрения скорости. Ха-ха-ха. Блин, офигенская штука. Поехали. Здравствуй, хаммер, здравствуй. До сих пор все еще здесь стоит. Я его до сих пор не убрал. Представляешь, какой я... Бардачник. Развожу бардак. В смысле не хватает? Какой в жопу зажим? Для жопы у вас зажима не хватает. Зажим тип B. О, ладно. Я вот терпеть не могу эти зажимы. Короче, вот на таких двигателях... Это какой-то относительно старый двигатель. И на них есть зажимы. И я не помню, где они стоят. Так, так, так. Ну, давай сейчас будем внимательно изучать всю эту фигню. О, наверное, вот здесь они где-то стоят. Ну-ка. Да, точно, вот они. Вот один. И вот второй. Представляешь, короче, из-за вот этой белки хридовины мы не можем стартануть. А все потому, что... Ну, считай, короче, вся машина держится на этих маленьких заклепочках. Если не они, короче, она, видимо, развалится прямо на ходу. А, масло. Боже, что мой. Я еще и масла не добавил. Ну, конечно. Какой же дурак ездит без масла. Давай, заливай подсолнечного туда. Ивангай бы обрадовался. И хватит. Или не хватит? Во, вот теперь хватит. Все. Все поперли. Все готово, все готово, все готово. Поехали, поехали. Мы поедем, мы помчимся. Мы помчимся на погружке утром ранним. Да, заработали. Интересно, какую максимальную скорость эта штука покажет, а? Вот ты представляешь, какая вообще может быть максимальная скорость у погрузчика? Это же, ну, не знаю, километра... Два. И, кстати, а где я? Ну, ладно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Восемьдесят, девяносто, сто, сто десять, сто двадцать. Еди же, босаки же. Ха-ха-ха. Это что, сейчас за прикол? Да ладно. Вот этого я вообще не ожидал. Ты посмотри, какая скорость, а? Если считать, что у него еще двигатель снаружи находится. Хе-хе-хе-хе-хе. Это вообще... Это бомба-погрузчик. Отмечаю. Жесть какая. Ты посмотри, какой... Какая тачка просто. Это просто... Это огонь. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Подвеска вообще никакущая, конечно. Эта ему и не нужна. Вообще никак... Ни в коем разе она ему не нужна. Она отлично просто управляет. Даже круче Ламборджини, я бы сказал. Это... Это... Это шедевр. Ну-ка, давай дальше, дальше, дальше. Какая скорость максимальная? Ну, где-то около 120 запросто берет, короче. А так еще быстрее. А теперь проверим тормозные характеристики. Давай так. Оп. Идеально. Просто, слушай, это... Это сраный гоночный болид. Это никакой ни хрена не погрузчик. Это реально сраный гоночный болид. 120 километров в час на погрузке. Ты представляешь, с какой скоростью груз надо развозить там, а? Это... Это же пипец. Состояние, разумеется, идеальное. Вообще всей тачке просто идеальное состояние. Так, а где она? Куда она делась-то? А, все, я вспомнил. Я уже опять испугался. Думал, как в тот раз. Будет, блин, сброситься нафиг. Вот это... Вот это тачка, а? Вот это я понимаю. Блин, это... Это реально шедевр. Это сраный шедевр. У меня просто нет слов. Так, а что мы его сюда поставим? Давай поставим его перед воротом. Потому что это... Я вообще не ожидал. Не ожидал, что она будет реально настолько крутой. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ты посмотри, а? Красота-то какая. Ах! Ладно, дружище. На этом мы закончим этот ролик. Если тебе понравилось, поставь лайк. Позови своего друга посмотреть тоже этот видосик. Вот. С тобой был Глюк. Всем утюг. Да, и... Ну, если по традиции будет много лайков, будет много просмотров, я продолжу снимать карт Механик Симулятор. Да. Хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok